Здравствуйте, дорогие друзья! 27 августа исполняется 74 года со дня рождения талантливого поэта Александра Лугина. Александр Александрович Лугинов родился в 1948 году в городе Манчегорске Мурманской области. В 1984 году окончил Литературный институт имени Горького. Автор поэтических книг «Два света», «Голубиный колодец», «Неслучайная встреча», «Сеча сквозь сумерки», «Дети окраин», «Избранная». Публиковался в журналах «Наш современник», «Октябрь», «Москва», роман-журнал 21 века, «Север», «Двина», в альманахах «Поэзия», «День поэзии», в антологиях «Любимые дети державы», «Крым в русской поэзии», «Здесь начинаются дороги». Поэзию Александр Лугинов сравнивает с нитью ариадным. Поэзия – это как нить ариадным, но если с душой было что-то неладное, слова растворятся в горсте. Стихи Александра Логинова переведены на греческие и скандинавские языки. Лауреат Всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова, награжден медалью Пушкина, член Союза писателей России, живет в городе Каргополе Архангельской области. Библиотека Архангельский Литературный музей предлагает вам послушать музыкально-поэтическую композицию по стихам Александра Логинова «Поэзия нить ариадным». Автопортрет Слишком живой, чтоб писать эпитафии, слишком потерт, чтобы петь и плясать. Вот я у печки, обложенной кафелем, греюсь, но это ли не благодать? Колокол слышу, далекий, серебряный, В небо взлетаю, смотрю с высоты, вижу реку и над пенными гребнями рыб, раскрывающих жадные рты. Вижу, заполнили храмы отверстие, злобные буква, жирная тля. Что там между ними белеет? Не кости ли? С сучиным пеплом покрыта земля. Вот он, Мафуни, встлевшего города. Мой недописанный автопортрет. Рюмочку горькой по этому поводу можно поднять, да желания нет. Ночью развернется, звездаста воскресная, Выкатит зенки луна в три шара, тоже еще заковыка небесная. Схлипнет поэт и умрет до утра. Все шире и шире протоки, темнее и тревожнее вода. Не слишком ли люди жестоки к своим берегам иногда? Стихия воитель из древля. Попробуй ее украти. Она, затаившись, не дремлит в голодных тисках горловин. Вот-вот захрипит и прорвется, и холодом в душе плеснет. Затопит дворы и колодцы, и многих под корень снесет. Немало надежд раскололось, немало сошло под откос. Живущих угрюма и порознь. Идущих вслепую и в кость. Не бояться лицо потерять. Не бояться в веках затеряться. Даже если не имется молчать. Чтобы хотя бы в себе разобраться. Разрывая пространство стиха. Улыбнуться светло, беспечально. Душу вывернуть. Дать петуха. И опять погрузиться в молчание. Никому, ничего, никогда. Быть незримым и неуловимым. И своей не сдавать города. Даже женщинам. Нежно, любимым. Каргопольская пристань. Ласточки стремительные веером. Крылья волны пенные стригут. Значит, быть грозе на русском севере. Я стою один на берегу. Вглядываюсь в будущее пристально. Вспоминаю позапрошлый год. Отплывала с музыкой от пристани. Ласточка. Последний пароход. И так больно стало за отечество. Дамы в шляпках выдукнули. Ах! Хмурились на улице купеческой. Важные мужчины в сюртуках. Отыграл оркестр песни походную. Разошлись гуляки по домам. Пристань, как собаку беспородную. Позабыли. Бросили, как хлам. Поскрепилась год всего и выгнила. Слезы подточили и ветра. Колит память сердце злыми иглами. Ласточек трепещут веера. Гонит волны и крепчает детище. Севера безжалостный норд-ост. Слышен рокот громовой. Кто следующий? В никуда. В забвении. Под снос. Что-то бабка моя загрустила. Стала чаще на небо смотреть. Где нечистая кроется сила. Донимала меня. Ну, ответь. В нас, родимая, нечто не знаешь? И старушка грозила перстом. Ты напрасно на душу пеняешь. Наши души чисты пред крестом. Бабка тихо и трудно крестилась. И вздыхала. Суди меня, Бог. И молилась-то я. И постилась. А к тебе не сыскала дорог. Кто ей к свету дорогу укажет? Отошедший с улыбкой во мглу. Ночь сгущается. Пусто и влажен. Взгляд спасителя в красном углу. В строке российского поэта Во все века дышать и жить. Нам день и ночь идти по свету. Чужую память ворошить. Но закипает постепенно На целомудренных устах Земли коричневая пена И ветра шелестящий прах. Когда ж блистательная старость Слезами выжжат нам глаза Мы промолчим. Такая малость не может тронуть небеса. Уже не страшно повториться. И в сотый раз, как в первый раз Жизнь подстреленная птица Кричит и томит бездне глазами. Вы прослушали музыкально-поэтическую композицию По стихам Александра Логинова. Предлагаем вам список литературы Об Александре Александровиче. Всего вам доброго. До новых встреч. До новых встреч.